Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня очередная мотивация на уборку. Это вечерняя такая домашняя рутина. Я пришла с работы с четвертой сменой. Думаю, дай-ка я пока у меня есть силы сниму ролик. Всех с масленицей. Слушайте, наверное, этот ролик выйдет уже тогда, когда масленица закончится. Я же сейчас что-то об этом подумала. Ну да ладно. Пекли ли вы блины? Как много, как часто? Потому что там масленица целая неделя шла. И я вот не знаю, раскачаюсь ли я на блины. Потому что я как-то не любитель вообще блины делать. Но здесь я, конечно, пекла блины. Но это было еще до масленицы. Мы были в аквапарке и там так заманчиво пахло блинами. Я думаю, ой, приеду домой, напеку блинов. И я вот стопочку напекла. Пишите, с чем вы кушаете блины. Макаете в джем, варенье, с огущенку и так далее. Кто в масло макает, пишите в комментариях, пекли ли вы блины. Ну а мы с вами зашли к Даше в комнату. Меняем постельное белье. Я у девчонок решила поменять. Обычно я все сразу меняю. И у нас, и у девочек. Но тут они пока были в душе. Я решила у них, думаю, быстренько поменяю постельное белье. Обновлю, освежу. Чтобы они чистенькие легли на свежее постельное белье. Пока у девчонок в комнате я ничего прибирать не буду. Тем более, это вечер, уже поздно. Поэтому я решила просто обойтись тем, что я поменяю постельное белье. Закину хотя бы одну стирку. Потому что я понимаю, что я пойду укладывать Ксюшу. И возможно я с ней усну. И потом проснусь ночью и пойду уже на диван спать. Как бы мне не пропустить-то вот эту стирку разобрать. А то до утра будет лежать. Бывает и такое, что я забываю про стирку. Она до утра лежит. Потом я полоскание дополнительно включаю. И уже потом развешиваю белье. Бывает и такое. Заглянем Ксюшу в комнату тоже. Поменяем постельное белье. Но эту стирку я уже буду оставлять на следующий день. Потому что говорю, что я работаю до восьми. Там где-то в начале девятого я прихожу домой. Пока поем. Пока там сделаю какие-то дела. То есть потом Ксюшу укладываем. Ну в девять полдесятого укладываем Ксюшу. Дашенька сама засыпает. То есть я потом, если у меня хватает сил, то я захожу к Даше в комнату, если она все еще не уснула. Мы лежим с ней, болтаем. Там о чем-то разговариваем. Потом она ложится спать. И потом я ухожу. Ну бывает такое, что я у Ксюши прям вырубаюсь. Зависит от моей загруженности. От количества дел, которые я сделала. Даже на выходных своих дома. Когда много-много дел. То тут побежишь одно сделаешь. То там дела, то тут дела. То есть уже организм сигнализирует, что все, уже надо баеньки. И даже ноженьки не несут меня до дивана. Не стала ровно укладывать пледик. Потому что девочки все равно будут укладываться спать. Протрем с вами компьютер. Давно что-то я на него внимания не обращала. Сережа периодически протирает. Говорит, ты-то не забывай тоже протирать. Ты же тоже за ним работаешь. Я такая, да-да-да. Вот я наткнулась. Думаю, надо протереть. Привести его в порядок. После работы зашла на Озон. И забрала еще свой заказ. Я заказала себе аромадиффузор, увлажнитель воздухом. Вот так выглядит увлажнитель аромадиффузор. Очень мне понравился его дизайн. И небольшой размер. В комплекте с ним идет блок питания. И давайте вместе с вами его подключим. И посмотрим, какие у него есть характеристики. Он очень интуитивно прост в использовании. Верхний корпус выполнен из металла. Внутренняя часть из пластика. Резервуар для воды у него на 100 миллилитров. Давайте нальем туда воды и включим его. Почему я еще выбрала именно этот увлажнитель? Потому что помимо просто увлажнения, его можно использовать как аромадиффузор. Добавив воду, арома масла, которую вы хотите. Расскажу немного о его характеристиках. Увлажнитель имеет два режима распыления. Непрерывное распыление и с интервалом в 30 секунд. Все это настраивается с помощью двух кнопок на панели корпуса. Также имеется 7 цветов подсветки в двух режимах. Фиксация цвета и циклическая смена цветов. Также можно исключить увлажнение воздуха и испарение воды. И просто оставить подсветку как ночник. Также можно настроить отключение через 1 час или 2 часа. И если закончится вода в увлажнителе, то он отключится самостоятельно. Такой увлажнитель можно приобрести даже себе на работу. Особенно для тех, кто работает очень много за компьютером. Чтобы увлажнять и ароматизировать воздух. И такой аромадиффузор увлажнитель воздуха даже прекрасно подойдет как подарок на любой повод. Ссылочку, где приобретала данный аромадиффузор увлажнитель воздуха, оставлю в описании под роликом и в комментариях. Протрем еще стол. Девочки, там что-то разукрашивали. В общем, все в краске замырали. На камере почему-то не передают. Но там такие пятнышки. Надо все это протереть хорошо. Я практически дорисовала свою картину. Немножко уже осталось. Остались самые мелкие детали. Но мне за ними тяжело долго сидеть. Поэтому я понемножку, помаленьку где-то сажусь. По 15-20 минут где-то разукрашиваю. В общем, немножко осталось. И потом уже покажу вам окончательный результат. Я специально картину не убираю никуда в шкаф или еще куда-то, чтобы она у меня была всегда на виду, под рукой. То есть здесь сел, краски открыл, картину разложил и разукрасил. Потому что в шкафу, когда она лежит, это же надо дойти, шкаф открыть, достать это все. То есть здесь под рукой и уже как-то рука сама тянется. А вот бывает так, что что-то уберешь подальше и все, это забывается. То есть это не доделывается никогда, пока настрой не придет. Поэтому картину я держу всегда под рукой. И девчонки мне в комментариях написали, что зачем, Лера, клей для обоев разводить, когда можно просто клеем ПВА подклеить немного обои. Я решила, думаю, ну да, попробую. Почему бы и нет? Там, конечно, стена неровная. И там все это надо будет, когда будем обои убирать, все это ровнять, пену срезать. То есть пока до пены мы не добрались, но обои немножко я подклею. Потому что, видите, кусок они оторвали как-то. Видимо, все выламывали, убирали. Когда-то, конечно, все это здесь повредилось. И вот насколько я смогла приклеить, я приклеила хотя бы, чтобы просто не было оторвано. Потому что Сима у нас любительница все поотколупывать, все погрызть, порвать. Поэтому я решила, думаю, здесь подклею немножко. Но сколько хватит, будет хорошо. Доживет ли до ремонта эта вся моя починка? Посмотрим. Ну, хочется, конечно, скорее уже начать ремонт. Но пока что финансы будем копить. Пока что поставила цель накопить 10 тысяч. То есть это хотя бы на обои. Но с фартуком пока не знаю даже, что я решила. Вообще надо хотя бы сначала старый фартук снять, обои снять. Посмотреть вообще фронт работ. Ну, конечно, я думаю, что 10 тысяч будет мало. Потому что сейчас и обои-то хорошие на кухню, чтобы их можно было там протирать, моющиеся какие-то или еще. Ну, хорошие обои стоят достаточно дорого. Ну, и мы не знаем даже, что нас ждет на стенах там. Потому что мы заехали уже в такой ремонт на кухне. То есть мы не видели, что там. Тем более у нас там очень много лет жили тараканы. Да, мы не могли их вывезти. Сейчас, дай бог, вывели. То есть мы даже не представляем, какой там вообще ужас нас ждет. Страшно даже заглядывать, если честно. Но глаза боятся, руки делают. Будем пробовать, смотреть, что делать. А без этого никуда. Хочешь, чтобы было красиво, надо что-то делать. Ну, а мы с вами перебрались уже на кухню. Я стала мыть плиту, потому что я пришла. Сережа готовил рыбные котлеты, жарил. И он жарил их так, что и вся стена в масле, все в масле, все в жиру. Я такая, нет, я спать не лягу с такой плитой. Мне нужно срочно это все помыть. Потому что 4 дня я как бы только работаю, с работы прихожу, детей укладываю, все. То есть сил до плиты добраться у меня нет. А здесь я понимаю, что на следующий день я могу поспать подольше, отдохнуть. И думаю, пока у меня есть силы, я займусь вот плитой, стенкой. Нанесла средства от Фаберлик, все это подержу, пошоркаю щеточкой, там где у нас жировые какие-то капельки остались, чтобы это лучше оттерлось. И буду все смывать. На кухне у меня из генеральной такой уборки осталось в нижних шкафчиках еще прибраться с вами и добраться до духовки. Ну вот добраться до духовки, то то же самое, что я вот сейчас генерально отмыла стену над плитой и саму плиту от жира, нагара, вот этого всего. То есть это надо столько же сил приложить, даже мне кажется больше. Поэтому для этого мне нужен определенный настрой. Ну надеюсь, что я настроюсь в ближайшее время и когда-нибудь доберусь уже до духовки. А то она бедная, у меня там уже плачет горючими слезами. В прошлый раз мы с вами наводили порядок под раковиной, когда я определяла туда картошку и нашла свои резиновые перчатки. Они оказывается между двух бутылок больших пятилитровых лежали так скромненько и полеживали там. Я такая, ух как классно, я думала, что у меня и перчаток нету. Вот я сейчас стала ими пользоваться. Но те черными, которыми я пользовалась до этого, тоже удобные в принципе. Плиту мы с вами помыли. Сейчас протрем подставку для ножей, потому что она у нас как бы стационарно там стоит, пыль на нее налетает. И все это протрем. Уберу ножи тоже вот в этих выемочках, все протру, потому что там пыль тоже оседает. Ножами из этого набора я пользуюсь всеми, кроме рыбного ножа. Для разделки рыбы как-то вот не знаю, все вот большим ножом. Что рыбу, вот я разделяю, что курицу большим ножом. А вот один нож у меня как-то вот не при деле. Им я не пользуюсь, а остальными всеми ножами мы пользуемся. Очень удобный, хороший набор. Сережа с Ксюшей начали ездить на реабилитацию, лечить глазки. Как в прошлом году мы ездили на две недели. То есть в садик Ксюше сейчас ходить не будет. Они ездят утром на процедуры различные. Также выписали психолога, массаж, электрофорез. И лечит глазки магнитами и прочими аппаратами. И наконец-таки мы померили зрение. Ксюше выписали очки, линзу на плюс 4. Я сходила с Ксюшей, мы выбрали очки и заказали их. Обошлись они нам в 7,160. Это еще со скидкой 20%. Я посчитала, думаю, если без скидки посчитать, они бы вышли на 9,000. Я такая, ну ничего себе, так очки стоят. Но мы выбрали утонченное стекло, потому что оно лучше для, в принципе, внешнего вида. Потому что чем больше плюс или минус, да, тем стекло толще. И когда берешь утонченное стекло, конечно, оно лучше и визуально выглядит, и проще ребенку носить. Раньше, когда Ксюша была маленькая, она не воспринимала очки, и было тяжело их носить. Но сейчас она довольно давно уже носит очки самостоятельно. Но потом был период времени, когда нам сказали не носить очки. Мы вот их не носили. И сейчас я очень надеюсь, что она сама выбрала осознанно очки, которые ей именно понравились, по размеру подошли. То есть она будет осознанно уже их носить. И я очень на это надеюсь, потому что стоят они немало, и не хочется, чтобы они просто пылились на полочке. Ксюша сказала, я приду в садик, все удивятся, что у меня новые очки. То есть настроение у нее хороший. Поэтому ребенок израстает из такого вредного возраста, и сейчас становится более такая большая, взрослая, осознанная. И надеюсь, что все будет хорошо. Все мы вылечим, все поправим, и все у нас будет замечательно. Ну, а мы уже все сходили в душ. Я всех специально отправила в душ. Говорю, помойтесь. Я сама в душ сходила, помылась. Потому что я решила на ночь замочить решетки в перкарбонате. Налила кипятка из крана. У нас довольно, когда долго пробегает вода, она прям кипяток руку не держит. Поэтому, думаю, этой температуры хватит, чтобы среагировало средство. И вот эти решетки я оставлю прямо до утра отмокать, чтобы весь жир, вся грязь, весь нагар сам отмок. И утром я просто щеточкой немножко прошла все это. Помыла, оттерла, и решетки будут как новые. Ну, или Сережу попрошу, потому что сама я долго такую работу делать не могу. Сережа из-за того, что Ксюша ездит на реабилитацию, он взял больничный. То есть, он будет дома. Поэтому я надеюсь, что он мне поможет в этом деле. Ну, и пока я находилась в ванной, думаю, надо еще навести небольшой порядок на полочках в шкафу. Потому что в течение недели, когда что-то берешь, что-то перекладываешь, на место не складываешь, то есть, образуется небольшой хаос, и надо немножко навести порядок. Доложу ватные палочки. Ватные диски тоже хотела доложить, но их не нашла. И записала в список на бумажку, что нужно докупить ватные диски. А потом еще и последний. На следующий день у меня Даша забрала ватные диски, потому что она делала поделку в школу на труды. У них сейчас еще вменили два дня дистанта, потому что будут выборы. То есть, наша школа тоже там участвует в этом всем. И сказали, ну, поучитесь дома. Задают только домашнее задание. Классную работу никакую не задают. И, то есть, у них такие небольшие образовались мини-каникулы. На нижней полочке у нас все для умывания. Также мои косметические средства для умывания, крем для рук, для линз, жидкость. И здесь у нас на второй полочке все для душа, кондиционеры, шампуни, пена для ванн. И моя корзинка там тоже с различными уходовыми штуками. Но иногда туда залетает то, что не должно там лежать, в принципе. Обычно у нас там детский шампунь, только мой один шампунь, Сережин один шампунь. У каждого свои там шампуни. И там мой кондиционер для головы, для волос и там пену для ванн. А тут раз были праздники, то тут подарили какие-то шампуньки, или для душа, то тут и все. И много-много баночек образовывается. И сейчас нужно будет это все как-то постепенно потратить, а потом уже оставить по минимуму. Потому что, когда их много, ты не знаешь, то ли тебе это взять, то ли тебе это взять, то ли по порядку этим всем пользоваться. А вроде попробовать хочется, и все это размножается, открывается. То есть, надо все это использовать, и потом уже пользоваться именно конкретно одним. Ну, праздники такие праздники, когда кто-то не знает, что дарить, то дарят, конечно, гели для душа, шампунь и так далее. Но я никогда не против, потому что это тоже такой расходный материал. Я сама бываю такие наборчики дарю на праздники, там на Новый год, когда особенно не знаю человеку, что подарить, то я беру вот такие наборчики. Наведем порядок в моей небольшой корзинке. Уберу туда только то, что там должно лежать. От старых электрических щеток я верхушки выброшу. Основание оставлю, потому что будут финансы, потому что эти верхушки, они не дешево стоят. Их нужно прям сосредоточенно на эти деньги, их и купить. Пока что пользуемся обычными щетками, просто часто их меняем, и все. И наверху у меня, в принципе, порядок, поэтому туда я не полезу. И вот такой результат в шкафчике у нас получился. Очень довольна таким результатом. Протрем еще с зеркала немного от пыли. В принципе, пятен там нет, потому что там есть у нас на дверях ручки, и пятен там особо нет. Там больше пыли просто скапливается. Поэтому просто слегка пройдемся тряпочкой. И все. И на этом наша уборка будет вечерняя окончена. Наши решеточки будут всю ночь отмокать. Утром я займусь ими, или Сережу попрошу. Ну, а льваны, в принципе, у нас в порядок. Ну, что, дорогие друзья, а на этом я буду сегодня с вами прощаться. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, пишите свои комментарии. Ссылочки на мои социальные сети всегда есть под любым роликом. Всех люблю, всех целую. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok